постукивает на холодную добрый день дорогие друзья снова на канале ОМЗАП и с вами я Роман владелец Спортажа обратился к нам с жалобой на большой расход масла расходует он примерно литр на 7-8 тысяч километров ну и первый владелец с самого начала эксплуатировать автомобиль ездил на масле мобис 540 тысяч 30 назад перешел на тот же самый мобис только с вязкостью 530 и когда начался масложор небольшой использовал супротек но к сожалению присадка в этом случае не помогла давайте посмотрим какой сейчас пробег у автомобиля заведем и послушаем как он работает 172 тысячи ну слушай достаточно хороший пробег вот он постукивает поршни вот он сейчас остыл как раз постоял немножко не буду больше грудь потому что будем сейчас разбирать свечи выкручивать смотреть в общем стук имеет место быть плюс еще массажер и вы все хорошо знаете проблемы этого двигателя а именно задиры и настало время заглянуть в корень так сказать этой проблемы что мы сейчас и сделаем мы сейчас выкрутили свечки установили туда термометр потому что на горячем двигателе нельзя проводить эндоскопию иначе может расплавиться зонд поэтому подождем когда он остынет и посмотрим что нас ждет впереди а что особо интересно и привлекло наше внимание то что данный автомобиль работает на газу или на газе нет на газу скорее всего на газе работают другие люди так здесь у нас свечки выкручены из него они в принципе чистые беленькие и особое внимание нужно уделить клапанам потому что как вы знаете особо страдают при работе на газовом топливе на газовом топливе клапана что мы сейчас посмотрим с вами расход какой был литр на тысячу или больше меньше а ну да эндаевское масло петрица раньше заливали 540 сейчас на 530 сколько ездить уже тысяч 30 до понятно спасибо то есть 540 по рекомендациям не спасает а ну вы вот 30 тысяч назад супротек залили я понял первый цилиндр холодная сторона до видно вот и замеры клапана приоткрыты немного ну нагара очень мало кстати белесый цвет это газ осаждался ну и масло здесь тоже подъедала со слов владельца один литр где-то на 7000 километров это вот следы масла давайте развернем горячей стороне по горячей стороне вот они тоже задиры присутствует сожалению так четвертый цилиндр заглянем четвертый нищу поршни достаточно чистая это нет четвертом цилиндре есть следы нагара вот они видны ну и давайте посмотрим задиры опять же холодная сторона задиры очень большие вот видно давайте горячую сторону посмотрим ну и вон даже отсюда на горячей стороне видно ужасные заглянем все хана надо ремонтировать и лучше с этим делом не затягивать потому что вот эти частицы которые металла которые сдираются со стенок цилиндра могут попасть под вкладыши и еще можно приплыть на коленчатый вал шуна с головкой с клапанами ну да следы масло видны здесь из-за того что и именно этот цилиндр и живет большое количество масла ну я думаю остальные во второй в третий цилиндр нам заглядывать смысла нет потому что и так понятно что задиры есть они будут во втором и третьем цилиндре но поскольку в четвертом цилиндре задиры очень большие ну не будем тратить время владельца ну а то сейчас ему все расскажут и нужно будет готовиться к ремонту двигателя мы в завершении хотим сказать что предупрежден значит вооружен для печали нет причин данный двигатель мы сможем совершенно спокойно восстановить и он проходит еще более 100 или 150 тысяч километров без каких-либо проблем так что имейте ввиду мы ремонтируем эти автомобили проблем с ними каких не возникает загильзуем от ремонте но единственное что стоит отметить вот когда есть такие задиры в цилиндрах тянуть с ремонтом не стоит потому что как я уже сказал ранее это может привести к более дорогостоящему ремонту так как будет увеличиваться износ этого двигателя поэтому эксплуатация в данном случае должна быть очень сидящие обороты сильно не развивать не газовать и при запуске давать все-таки прогреться на холостых оборотах подольше не сразу завел и поехал а так ждем вас гости пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал лайки и не забывайте подписываться на наш канал